Очень важная победа, качественная игра. Сегодня ребята продемонстрировали то, что они играли в предыдущей игре. Продемонстрировали с Шахтерами, играли в качественный футбол. И так в футболе бывает, что не всегда выигрывает тот, кто играет лучше или во всяком случае не слабее. Сегодня ребята отдались на футбольном поле, они растут, это видно невооруженным глазом. Надо им больше доверять, да, они будут ошибаться, они будут проигрывать, но это потенциал виден невооруженным глазом, что у этих ребят есть перспектива и будущее. Тот же Шапаренко, Цыганков, ну все, буквально все молодые ребята. Играют фрагментарно, если не весь матч, но играют очень качественный, хороший, грамотный футбол. Начали играть, дай бог, чтобы так все продолжалось. Вот мы упомянули уже Шапаренко, Шапаренко, Миколенко, их вызвали в сборную Украины, они оба сегодня забили. В принципе... Ну, просто в сборной Украины работает штаб тренеров, которых есть время наблюдать, и они смотрят, и анализируют. Наверное, не просто так они их пригласили, для перспектив какой-то, а показать, что на них уже рассчитывают, и вполне возможно, что Шевченко доверит им в какой-то из двух игр, место в основном составили, на замену выпустят. Но потенциал огромен у этих ребят, и это не я оцениваю, потому что мы выиграли сегодня, это оценивают все специалисты. Но всему свое время, к сожалению, так бывает, что вот каждый должен дождаться своего времени. Я считаю, что Миколенко, если будет так играть, он только будет прогрессировать. Он очень хороший футболист, он понимает тактически, как ему надо играть, поэтому ему надо прогрессировать, и он вырастет в очень хорошего футболиста. У нас не заканчивается плеада этих молодых талантливых футболистов, они есть у нас и в аренде, тот же Тимчи, который мы зимой заберем. У нас есть достаточное количество игроков в У-19, У-21, которые должны на примере Миколенко стучаться в двери первой команды. Мы дважды обыграли Рен, хотя перед жеребьевкой его называли чуть ли не главным нашим конкурентом в группе. Удастся ли, каким образом удастся строить команду тренерскому штабу на следующие игры, чтобы все-таки не было этой вот фатальной осечки, которая... Не, ну я думаю, что тренерскому штабу удастся. Осталось не так много играть у нас, чуть больше месяца, и команда пойдет в отпуск, ну месяц фактически. Команда пойдет в отпуск, и я думаю, что ребята все хотят играть в футбол, потому что они молодые, и у них должен быть футбол на первом месте. И я надеюсь, что они доведут уже до конца, и мы выйдем из-под группы. Естественно, хотелось бы выйти с первого места, потому что это при жеребьевке тоже имеет определенный плюс, что первую игру мы будем играть на выезде. Ну, есть нюансы, в футболе мелочей не бывает. Поэтому очень важно, чтобы они были настроены с первой до последней минуты. Я сейчас сказал, чтобы они забыли быстро эту победу, потому что в воскресенье нас ждет игра с Мариуполь. Сегодня вышло 4 новичка на поле летних. Как вы можете прокомментировать их игру? Ну, бразильцы, это то, что говорил Хацкевич, они достаточно уверенно сегодня оба сыграли. И Миколенко, всем. Мы не будем больше перечислять, но именно вот бразильцы сегодня мне понравились. Видно, что они уже вписываются в этот коллектив и должны прогрессировать и играть на уровне, который прежде всего дает результат. Ну, это два футболиста, которые на сегодняшний день мы и брали для усиления. Ну, нужно было время для адаптации. Ну, слушать Хацкевича никто не хотел, его снимали, увольняли. Он строит команду и будет ее продолжать дальше строить, не потому что мы сегодня выиграли, а просто я понимаю, что тот потенциал, который у него сегодня есть, он, конечно, ограничен. Да, так случилось, что мы потеряли нападающего, единственного. Ну, откроется трансферное окно, попробуем эту позицию усилить. Юрий Михайлович, не могу не спросить по поводу вчерашнего матча. Андерлехт Е19. В принципе, наша команда добилась положительного, как для гостевого матча, результата. Ну, результат положительный, но мы же не смотрим на один матч, правильно? Самая главная задача пройти дальше. Вот будет ответная игра, я надеюсь, что ребята настроятся. Эта команда, я считаю, им по силам, они должны пройти дальше. Вы довольны игрой и результатом в целом? В целом игрой команды? Ну, результатом доволен, сыграть они могли сильнее. Первый тайм они где-то провалили, во втором тайме играли лучше. Спасибо большое.